быстренько трейлер включу ненадолго чтобы люди вообще понимали о чём там говорим давай да получилось кашку старенько но пускай хотя бы так 14 октября они доступ безу когда я думаю там музыка будет скачать вообще тоже не захватывает давайте я вам изображу музяка что в этой что в предыдущей игре принципе музыка хорошо делала прям просто быть частенько в таких играх репетитивную музыку надоедает то есть один-два рано сделаешь а потом прям очень но надо жалуются немножко на повторяемость не тут чисто в количестве треков само собой то есть у нас сейчас их будет 10 тоже будет достаточно много музыки делать у нас не на фултайм сидит композитор треки нам только нам делает прям один человек этим всем занимается всей музыкой все музыка да звуки а именно звуки в игре делаю я музыку вот вова седых такой музыкант из питера музыкант поэт творческая личность это не авто батлер это rog light где вы собираете ну стартуете с небольшой командой входите из комнаты в комнату гасите противников после этого можете затариваться предметами да не до нанимать себе тиммейтов ну и бегаете из комнаты в комнату потом убиваете босса и после босса к следующему уровню и так дальше и дальше пока не сдохните ну или пока не пройдете но смотрим искала не авто батлер а это на самом деле такая тема все что касается жанров это всегда и ужасно то есть в мобилках есть понять то что называется авто батлером это довольно узко если воспринимать слово авто батлер в широком смысле слова ну мы наверное да если от лупки рассчитать авто батлером мы тоже автобусы есть драки они автоматические баку авто она лук хера это скорее айдлером их называют ну да да но просто мой батлер мобильный помню делали и у нас менеджмент party был но как бы вообще вне боя а весь бой все обилки они сами юзали да здесь принципе похоже но у тебя все равно прям перед боем хотя бы какая-то возможность еще там поднастраивать да кстати я не помню в игре вообще есть возможность ли если ты уже накинул шмотку на перс а потом на другого перенавесить нельзя сейчас нет нет нельзя у нас по сути это покупка юнита просто разбита на два этапа то есть по факту покупая предмет ты покупаешь юнита возможно интересно было покупать совместного сразу как он да кстати новые юниты всегда первого уровня на смотрю новичок он первого уровня ты можешь прокачать новичка дать ему предмет уровень сохранится но я к тому что вот я там уже дошел до 3 4 уровня подземелью нанимаю нового чувака у него там всего 50 хп ну да 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 немножко тяжело потом прокачивать поэтому там будет больше лучше заранее дофига их пановку пока он покупать чтобы они отнулись и вот выживали до конца вот в этом баланс то есть купишь заранее они будут еду есть на то на это деньги потратишь если купишь попозже да они ловил не получит то есть об этом еще поговорим когда там про то баланс речь зайдет давай начнем сначала как вообще попал геймдф и зачем решил этим заняться так короче можно сказать что начал я попадать геймдф так так потрогал пяточкой воду это делал по одиночку игры на геймейкере заливал их в google play сделала я по моему четыре штуки или пять ну где-то такое число одна из них было от мира удачная вот я короче сама первая которая сделала сделаю за неделю это был это было игрок то называется пуш я сейчас уже удалили в google play вы не найдете и там короче пушит с доту он хукает кристалл очка на нужно не попасть в акса вот такая вот игра одна кнопочная нажимаешь и он кидает сколько лет назад было лет шесть-семь больше больше то есть мне кажется лет десять назад я примерно в то же время или gdx торговать начнут тоже примерно тогда в геймдф начал касаться 10-11 год был ну да где-то также да вы как раз в универ учился но это было чисто по фану я много чего пробовал жизни и не воспринимает это распринимал как еще одна такая проба чего-то там и на долгое время от там отложилось то есть вот этот пуш у меня его там устанавливал кто-то и поделки которые считаю лучше зашли хуже это ну ладно значит значит геймдф как-то сложно работает так насколько нельзя искачить а мне тут вот настоящая работа я долгое время был линук с инженером то есть закончил вообще компьютерную безопасность работал таким полу программистом полу админом довольно прикольно время было что-то типа дыраться получается да 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 то есть ну тут что-то вот рядом специфично просто незачем сейчас рассказывать про то ночью чем этом занимался на наблюдать стало довольно сильно то есть мне сначала нравилось профессии а потом все меньше и меньше в первую очередь потому что какой-то творческой реализации не хватало это компенсировал тем что каким-то хобби постоянно на чем старше с ночью и хочется уже творческую реализацию самоработе что у меня тратишь очень много времени очень много сил работа была ну чисто такая типы технарской задачки решать и когда уже начал менять работу то есть уже все пытаюсь найти себя и что-то вот как-то не идет вот уже вроде денег дают много по тем времена вполне то есть 80 еще получал и мне но вообще прям не прет совсем и такой думает все надо попробовать взял свою эти поделки и пошел на хатхантере откликаться на вакансии геймдизайнера просто за подряд на всем ну которые на которых совсем глупо это не выглядело вот и собственно говоря устроился в мобильную студию геймдизайнером и заверте вот как-то так а чё почему геймдизайнером а не программистом например ну потому что мне как раз хотелось больше творчества меньше меньше решать инженерные задачи а то есть ты из тех кто в геймдизайн пошел из разряда я хочу придумывать вещи не совсем я я понимаю примерно чем придется заниматься но хотелось быть ближе к экспириенсу игроков то есть в любом случае то есть в принципе мне нравилось работать я вот в арт-компании armor 5 games она сейчас тоже закрылась три года три года я в ней проработал было кайфово пошел там как раз путь понимания вообще как делаются игры от джуна которому говорят что делать и говорят отойди не мешай принеси и так далее да по сути там второго лица в то время в маленькой компании это ты работал на других а как в итоге к своей студии пришел деспотизм мы сделали на джеме когда я там работал то есть ну как сделали то есть мы сделали прототипчик за три дня и он там хорошо зашел то есть там неожиданно хорошо зашел важный момент я тут опускаю кучу других попыток делать свои игры то есть я пытался собираться с другими командами то есть были какие-то заходы они все проваливались тут позвал на джем друга сначала думал один буду участвовать вообще веры в команды какие-то внешние и на энтузиазме вообще не было никакой все уже разочаровался в этом и просто приятелю дизайнеры написал не хочешь поучаствовать он такой а да давай еще сирогу позову вот и мы втроем поучаствовали и получилось настолько крутой прототип что мы таки блин надо делать все прикинулись планировали такие ну вот месяца за три спустя полтора года спустя полтора года игра вышла и нормально вот но то есть мы делали ее я продолжал работать и не был фрилансер поэтому там история такая сложная они работали то не работали то есть вот так но сейчас ты уже работаешь чисто вот как в студии полноценно флтайм да конечно то есть диспотизм после того как вышел я уволился я еще не получил первые деньги диспотизм и как я валюс с работы вот ну как бы парням увольняться не надо было они просто постепенно перестали брать заказы и все ясно так и сколько в команде сейчас человек вот вы начинали там втроем а сейчас да сейчас короче у нас флтайм нас работают шестеро но есть еще несколько человек которых ну как бы до композитора получается внешний альфина нам помогает с английским языком есть andy little офигенный пиксель артист который делает он нам рисует как именно скорее как фрилансер то есть фиксированные заказы не внутри студии и в итоге сейчас все финансирование команды идет за счет прошлой игры или это то не билд помогает нет в принципе нам бы хватало вот троим тем же составом нам бы хватало диспотизма до сих пор мы могли делать и так в принципе делали то есть надо понимать что это расширение команды она произошла зимой то есть меньше года назад когда мы договорились тайне билд мы именно немножко перевосмыслили игру то есть поняли как точнее вместе договорились как сделать и уши и в том числе вот эта вся мультиплеерная часть заговоры так называемый я бы не было она была на заметках но я просто понимал что мы не вывезем а так мы договорились и такими все давайте давайте мы сделаем дороже богаче сделаем фишки на которые бы у нас у самих ресурсов не хватило на нам людей и вот так и получается да ты вообще подробности договора хоть какие-то можешь разглашать ну вот как у вас на основе то что не знаю какие могу могу какие нет поэтому я буду так абстрактно ну просто с издателями там очень разные варианты могут быть из разряда что они только продвигают они дают финансирование помимо продвижения они вкладываются в команду но потом первая часть денег пока они это не покроют команде деньги не буду давать а только когда покрою тут что-нибудь вот из этого какие-то дебри залази что я брошу ну то есть нам финансирование у нас есть то есть они нам помогают с разработкой вот давай глубже не закапываться вы стане билде познакомились на одном из дэвганов я просто помню ты по моему когда в беларуси был довгам вы там с прошлой игры выиграли приз вроде как не беру себя если ты говоришь про оффлайн я не вообще ни разу не был на диванах но с деспотизмом мы выигрывали на московском по моему старым мы немножко все равно общались на конференциях немножко но плюс я участвовал в гейм росте то есть как-то так пересекались но активное общение началось именно по издательству после див гамма онлайн который вот когда он там был май 2020 мы там выиграли excellent in game design и там удачно залетел на на их бус то есть такая типа у них виртуальная будка на которой можно было с ними поболтать и как-то там начали общаться я то есть это прям вот вот так так получилось что в этой будки скооперировались и и все хорошо но этот момент так получилось планировали я прийти к ним на будку и подписаться не совсем хотел я зайти на будку специально чтобы поговорить о том что а может вы возьмете да такая мысль не полная случайность просто это очень часто такая проблема индии не понимают как вообще выходить на издателя вся вот эта тема там печить вот все вот это готовить как как вообще у тебя так это случайно все получилось интересно то нет это вообще не случайно то есть я не хочу как бы себя таким продуманным хитом кардиналом изображать но я пришел на конфу и первым делом что сделал это зашел на bus tiny build потому что там нет других не было на конференции других хороших издателей либо были те с которыми я уже разговаривал не такой ну это сейчас зайду и посмотрю есть там вариант поболтать на эту тему и и он нашел этот вариант скажем так в целом так чтобы сложно пропичить сложно хорошо пропичить я бы сказал ну да спичингом там непонятно там у короткий должен быть надо быстро емко все это объяснить там в принципе тем кто планирует уголенки на накоды периодически бывают стримы где можно прийти попробовать попичить и они там разбирать будут час и у вас хорошая возможность есть как раз прокачаться в этом плане и вот после после того как вы поговорили на стенде сколько примерно пошло времени с этого момента до момента подписания наговора слушай не знаю я не вспомню просто но это не за день было то что алекс любит как бы говорить о подписании на салфетке в нашем случае мы довольно долго обсуждали детали но там порядок интересен просто вот там недели или месяцы скорее месяцы то есть месяц прошел точно но это не обязательно то есть это не то что нужно бояться что это обязательно очень затянется то есть мы не очень ведь торопились договор там какой типовой или как они вам предлагают но какие-то пункты не нравятся вы правите как вот это происходило сидела так и было они прислали и мы отправили юристу потому что я все договора которые подписываю отправляю юристу и всем и всем советую мы с ним обсудили решили в каких моментах мы можем сказать что вот вот тут ребятки давайте-ка подвинемся вот вот здесь предложили и нормально интересно ну карманного юриста мало у кого есть это за деньги но то есть где-то ты нашел или это знакомые слушай по имени называть не буду но с учетом что есть не такое большое количество юристов которые широко известны в узких кругах в гендере их не очень много это довольно дорого но надежно на короче конкретный просто человек которого там есть же из и на dtrf от есть раздел который ребята он любит он любит один из них это как бы в 1 порядка люди так по поводу издателя юристов но как вообще попал вот по поводу нового проекта вот вдохновение и скажи какие игры повлияли примерно конечно я представляю но все равно назови окей но тут если не назвать авточаса будет очень странно то есть в новой игре авточасы это была отправная . то есть вот которые двигались ну естественно деспотизм . мы доделал деспотизма и я печал сокоманникам идеи проектов которые можно сделать причем они им все не нравились там было несколько идей они до сих пор кажется клёвыми миски мне какая-то фигня не какая-то фигня и когда я пищу в этом скину ну тоже как-то не очень ну ладно вроде бы хотя бы на хайпе мы же когда начали автошахматы были вообще очень хайповые ну вот я только только хотел сказать что с расчетом на то что они тогда были хайповые делать там год там полтора как короче да это понимал но у меня скорее не в этом было делом я сам играл авточасы внутри доты то есть когда они появились до того как они стали там широко известны и мне скорее именно я подумал блин тут есть клевая механика которая будет скоро во многих играх потому что это просто клевая механика но пока я ее не встречал наверное если мы сейчас начнем мы может быть не будем одним из первых но как бы нормально будет то есть это будет в будущем по-любому относительно популярная механика и отдает бонусы игре то есть про галик это или мультиплеер на игра не так важно то есть начали на отталкиваться от того что будет магазин в котором предметы как рулетка ну либо юниты как рулетка то есть у тебя случайная выдача ты можешь заплатить денег чтобы поменять эту выдачу и пытаешься собирать какие-то комбинации вот это была отправная точка а если это ну типа в синглплеер естественно да мы же мультиплеер не вывезем окей мы обожаем мы все любим рогалики до этого галик окей вот и как то так ну то есть ты целенаправленно такой решил вот авточас сейчас на волне и пойдем или как на посовке в принципе вот этот вопрос то что когда люди начинают садиться игра анализирует рынок что сейчас в тренде и выбираю там жанр и прочее как это вот примерно происходить не совсем так то есть мне кажется что анализ рынка должен быть не то что чиселки смотришь или там табличку стиме открываешь а ты сам должен много играть в игры если геймдизайнеры там продюсер в общем начнет просто чувствовать что по твоему мнению клево важно же не только потому что ты на числах не разберешься почему это клево я стараюсь избегать на самом деле на странице стена и в других местах отсылание к автошахматам то есть у нас игра на самом деле то есть многое достаточно берет из автошахмат но я стараюсь чтобы это не было типа байта на то что вот у нас автошахматы в пикселях нет кстати до того как ты сказал про авточест и я даже не думал ну агро глайтер глайтер дом там и прочее но шахматы вообще не думал на самом деле одна точка именно туда потому что комбинации классов и потому что магазин с этим с рулеточкой вот я как бы понимал что вот эти механики они кайфовую и они в рогалики зайдут ну как понимал то есть предполагал естественно это тоже важный момент я предполагал что они зайдут ну вот надо в эту сторону копать и да мы же делали проверку гипотезы у нас людами есть небольшая игра которая называется да и бег можно и откопать в которой собственно говоря мы проверяли гипотезу того что синглплеерная игра с таким магазином тоже будет работать то есть магазин из автошахмат не обязательно клевый только в мультиплеерной игре может звучать как банальность но на самом деле довольно неочевидная мысль когда ты видишь какую-то механику мультиплеера всегда высока вероятность что она клёво заходит именно потому что это мультиплеер и вот мы сделали небольшую дженовую игру она не похожа на despots game потому что там один юнит делается против одного юнита но там есть такая же механика магазина и это кайфово игралось русский ну все значит гипотеза проверено все давайте копать а вот это кайфово игралось это вы в команде решили или там когда вам фидбэк уже давали если давали в первую очередь фидбэк то есть но там же разработчики по большей степени участвуют ну то есть фидбэк даю тоже да но я бы не сказал что людям плохая проверка геймплейных гипотез но лучше ничего как минимум да то есть вообще людям неплох потому что там у людей большая насмотренность в первую очередь но во вторую им лень копаться в сложных механиках потому что основная проблема тестировать на разработчиках в том что они готовы пройти какое-то там душное вступление чтобы увидеть там что-то такое необычное внутри обычный игрок нет но на людуми никто не будет разбираться в сложном тебе нужно быстренько поставить много оценок поэтому поэтому как бы неплохая неплохая проверка а креативчиками там или чем-то подобным не проверяли в социалках там или еще где-нибудь мы не было цели проверять от или там какие-то знаешь мы в общем какие-то такие штуки потому что стилистика нас прямиком наследуется из диспотизма только улучшается и все соответственно как бы что есть проверяет вот ты ты постоянно упоминаешь авточасы вот если взять айзека того же самого там живут это не авточас просто рогла из домом там также ходишь по комнатам у тебя рандомно выдаются предметы вот как бы все обычно я бы хотел чтобы в первую очередь воспринималась как просто рогалик тактический но смотри сколько сходится с авточасами но боев сама автобой в первое второе комбинации классов до в автошахматах по другому там есть классы и расы у нас только класса но все равно ты собираешь трех мечников появляются криты собираешь 4-х криты усиливаются плюс 3 вот самое главное с чего мы отталкивались это вот этот магазин в котором очень важная кнопочка рерол она не будет вытянута куда-то вперед она вообще не навязываем ее слишком сильно я не пытаюсь на нее акцент огромный сделать но я понимаю что большая часть фана игры она в ней она в том что когда ты приходишь магазин ты такой какие варианты так купить что-то из этого либо заролить и вот это вот момент того что ты не думаешь об этом на по факту ты раз в пять минут даже меньше раз там в две-три минуты играешь в рулетку в однорукого бандита это очень такая затягивающая штука то есть я таким так и это деконструировал из автошахмат я думаю почему они такие залипательные почему мне так нравится в их играть я понял я не играю в рулетку потому что я не хочу тратить деньги я не хочу играть в рулетку в мобилках потому что там тоже надо тратить деньги но на самом деле рулетка это весело странные вот поиграл довольно много я кнопкой ролл вообще практически не пользовался потому что я смотрю у меня валюты обычно не то чтобы много после каждого раунда и там как минимум есть один предмет который ну вроде ок и я его покупаю поэтому я на 20 каком-то месте они в пятерке да надо больше поиграть потому что там в топе обычно один-два класса ты должен использовать то есть у тебя может быть пачка лишних юнитов которые там нужны были чтобы крипов лучше проходить в целом для концовки у тебя должна быть там сейчас самые ходовые тактики это очень много магов вот так много хотел сказать меня меня как раз маги там и хиллеры убивали постоянно но из живых игроков да но самое первое место сейчас занимаются мечники но там сложнее бил собрать это он должна очень сильно повезти то есть нужно много травить чтобы собрать хорошую мутаторы на мечников то есть как раз вот эта руле . люди играют такие сейчас я буду собирать мечников и идут раз за разом пока они соберут хороший билд то есть в этот вот ну это мы другом родителям да там как повезет но вот я сейчас играл довольно много слой за спайр там же тоже вот это с рандомом и прочим тема и вот меня там очень бесило то что у меня раны там больше часа занимают и там на сороковой минуте грубо говоря можно понять что ты запоролу ты не сможешь концовку пройти тут в принципе раны вроде как покороче поэтому не так же это пока это же это же днк а сколько будет уровней в конце на релизе 11 100 стабильно 11 стабильно 11 может быть мы потом после доступа когда-нибудь поменяем но то что сейчас балансирует что сейчас готовлю к ранним доступ там один с уровней то есть то есть сессия будет сильно длиннее есть некоторые страхи к тому что те люди которым понравилось именно в донку играть у них может сломаться ожидания практически уверен что для новых игроков будет лучше так а вот ты как раз сейчас по баланса говорил как баланс и вообще во первых через что это google таблички или что-то другое это google таблички и от как потом вот с google таблиц вы это в юнити переносите через от сатаны все конфиги у нас в джессонах хайнаца и есть странный промежуточный путь вообще то есть никому не советую такое решение у нас из google табличек вручную переносится в скулайт ну как вручную вручную это не очень сложно на самом деле просто берешь контроль c таблицу ну да и контроль в другую таблицу если у тебя коленки совпадают да как бы это понятно я просто спасал по саму тот путь что-то куда-то копировать да да это есть все очень плохо но естественно я бы второй раз так сделать не стал то есть когда мы придумывали это у этого есть свои плюсы кстати почему мы так делаем но все равно это довольно ужасно ну заставляет из кавелька а потом как джейсон чеки получается из нее экспортится в джессона у нее есть экспорт просто прям вот так в тупую вот ну как там джессона лица и свое да без какой-либо обработки потом в коде это все что делает да да в коде она упасится то есть жестоко ну достаточно почему зачем вообще скулайт потому что когда я работал на мобилках там тоже был адский баланс это тоже была стратегия одна один из проектов и я понимаю что сначала баланс да я все балансирую в экселе но потом так или иначе все на придет момент когда надо будет делать фиксы по результатам их вообще по факту незачем снова балансить в экселе ну то есть можно да ты берешь что такой так я понял что вот этот юнит нужно поменять ему статы я пойду там менять какие-то константы которые заложено что-то не поменялось там конечный какой-то результат но по факту чаще очень часто это не нужно например ну вот хочется мечников сделать сильнее в этом сезоне и через сквей я могу сделать один запрос там поднять хп на 30 процентов я пишу одну строку нажимаю enter у них всех хп больше на 30 процентов ну а как ты это визуализируешь потом в эксель к этому что вот эти графики и прочее построить а из эксель ки как вот уже никак это достаточно я я бы наверно хотел об этом много и душно с кем-нибудь другими дизайнерами пообщаться сейчас мы уже едем так как едем в целом у меня во многом гипотеза о том что для рогалика такого особенно с и для мультиплеера кстати тебе нужен баланс рассчитанный с графиками там с теориями как бы по сути на начальном этапе а потом доводить его вручную ок то есть вообще нормально что ты его сделал какую-то модель построила ты считаешь ее как бы попробовал неплохо на этапе тестирование да кому-то поиграть после этого еще раз то есть именно построил огромную базу чисел ты составил а после этого менять просто потому что там вот люди поиграли в этом сезоне магии имба я не пытаюсь снова посчитать какой должен быть или понять почему файл был такой сильный почему это я считаю что он должен столько столько наносить и должен быть ну по балансу ок а получается типа что он слишком белый посмотрел так я понял почему ну наверное вот этот параметр не неверно учел фиг с ним просто беру в игре делаю что меньше он и носит и нормально вот я вот ну убиваешь что эти числа и как ты вообще убеждаешься что она работает например мы когда батлер делали в юнке у меня была написана логика которая там с очень низким фпсом прогоняет комбинации всех возможных мобов со всеми возможными белками друг с другом и в итоге получалось какой-то винрейте на основе этого мы потом что-то где-то правильно а как вот ты это все дело красавчики кто-то считает что хостом также боюсь возможно также вот у нас уже было довольно много этих сезонов смотри короче вот у нас заканчивается сезон до 1 я смотрю в топе много сайтистов сайтистов понерфлю я им просто срезаю какой-то параметр и в следующем сезоне они не в топе а если они в следующем сезоне в топе их снова дешевых это прям походу как рай это лигу легенд фиксят также выпускают перса он имбовый они его нерфят и так далее так далее да и я понимаю вот как бы я надеюсь что тебя не слишком много совсем игроков игроков сейчас смотрят много и таких как бы погруженных гендер я считаю это правильный подход то есть нормальный абсолютно подход ничего там плохого нету главное тренировать быстро потому что и не проводить соревнования на кривых типа на кривом балансе вот на час проходит чемпионат там там уже вполне плохо то есть мы провели предварительно три маленькие сезона я какие-то чиселки подвигал по моему мнению даже если бы я там зубодробительные вычисления сделал я бы сейчас лучший результат не получил по камере со своим присутствием которыми есть ну а это в том как минимум по боюсь и рак есть где они могут обкатать перед тем как на релиз выкат там недели две то есть у них возможности на этого есть да для нас нас это такое то есть сезон и можно проводить короткие сезона в которых игроки они нащупывают эту имбу кто-то из этого недовольным кто-то наоборот доволен типа прикольно смотрите вот у нас а потом даже вспоминают вот например первый сезон когда у нас в топе были одни умники которые кучи башен ставят он такой легендарный теперь воды вспоминают не пополнить их сезон в котором в мультиплеере только чуваки с башнями были вообще потому что все остальное было слабее прикольный лор появляется у игры вот идея связать игры это прям must have или могли от этого отказаться почему вот решили связь это оставить в первую очередь я на этом настаивал могло сложиться так что мы бы не сохранили но я в принципе он тоже был согласен главный художник просто у нас же него в тот момент издателя просто хочешь сделать следующий год так чтобы тебе надо шарики хватало и аудитория диспотизм не самая маленькая поэтому это просто логичный шаг арты пикселяк ну пиксель арт сам тоже по этой причине вообще почему продолжаете с пикселя там работать но в принципе да по той же то есть есть узнаваемый стиль в нем работаем да и нам нравится то есть тут личные предпочтения они с какой-то маркетинговой истории они просто совпадают можно но в целом я вообще не считаю пиксель арт плохим выбором нашем случае поясню почему хорошо нарисованы пикселя то у нас ассоциироваться с определенными играми то есть у тебя ассоциация есть такая а это инди не супер бюджетная но возможно какое-то необычное то есть по именно по геймплею это просто такая как бы какая-то ассоциация то есть с условными там subset games celeste не знаю то есть есть много неплохо хорошо нарисованные пиксельные игры обычно не самое если они на слуху они обычно не самые банальные по геймплею и вот ты как бы и мы как бы немножко примазываемся к этому то есть хотим добиться этой ассоциации условно сейчас если ты делаешь хорошего поля очень сложно оторваться от того что а это возможно пластмобилок она может выглядеть прям круто вот авторы черные книги как раз на это напоролись но нет не то что голос мобилок но боль там было из разряда чет что-то и хреновенькая графика как будто там что-то не подгрузилась вот такие там отзывы к ним были на а при том что ну типа вывод в черной книге картинка офигенная но тут мы уже работаем как бы с ожиданием с ожиданием игроков и у пикселей весьма конкретно да есть куча народу которые просто смотрят такие я в пиксельные гранируя в целом скорее все это не очень наша аудитория потому что потому что у нас игра для тех кто уже довольно много играет в игре в целом ты не можешь не быть геймером и чтобы тебе понравилось здесь под game она сложная там много механик ты запутаешься тебя убьют 10 раз сгоришь и все я кстати по что игру так ни разу не прошел диспотизм который ну да там с человечками управлять да ну диспотизм она сама супер хриоткорная я что-то прям даже так и не выкупал до конца как-то нормально это баланс чтобы не отъехать ну ладно я там еще пытался пройти с ачивкой в постоянно выбирая первые варианты мне всегда хреновые подбрасывали там из разряда что-то там дьявол пришел всех моих людей сразу за раз убил и все конец игры надо сначала попытаться пройти а потом уже с этой чипки вот надо будет еще проиграться на а вообще по поводу пиксель арта есть такого предупреждения у игроков что типа пикселя это значит что там не хватило бюджета что мог пиксельные игры делать проще и прочее прочее что на этот счет вы думаешь а конечно это вообще не проще короче хорошо нарисованы пикселя от он дорогой я не буду в числах но это просто дорого в производстве другое дело что делать на стартом каком-то этапе когда ты прототипчик делаешь или это твоя первая игра это действительно достаточно простая техника то есть из-за того что ты можешь взять просто ограниченную палитру просто фиксированное разрешение экрана у тебя уже есть определенная стилизация то есть она за тебя уже придумана ты используешь но делать то есть условно больше всего времени тратится на анимации по поводу анимации на 1 перса сколько у вас примерно спайтиков не могу сказать я же сам не рисую я знаешь я знаю это скорее в человека часах и в человека деньгах сколько это выходит по человека деньгам художник который вам рисует пиксель это он фрилансер да подожди у нас рисует по команду спрашивал не спрашиваю кого сколько то есть у нас из нас из шести постоянных участников это трое это художники еще один на аутсорсе то есть то есть четыре человека рисует и у них нет проблемы в стиль попадать ну как у нас есть директор с хвостом который который сделает так чтобы все попадалось в стиль то есть точно говоря тот кто изначально рисовал деспотизм да вот как-то так и анимация просто что-то сказать покадровая анимация неважно пикселя этот или не пикселя не дает особо выигрыша она просто сложно и долго в производстве а у нас покадровая анимация во многих 2д играх используются спайм космонии костина мы тоже до прошлых играх всегда с костями делали да она дешевле то есть проще а в пикселях ты спаем либо не можешь использовать либо это будет не очень там криво скорее всего смотреться да но есть там dcs который по хитрому делать там них вообще 3d которая потом обрабатывается в пиксельную это друг но это уже другая история ты правда цел да 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 я помню читал про них как они извернулись с этим у них по моему они вообще из флэша это все делает насколько я помню но не судьба у них там модельки они потом пикселизирует и прочее прочее там странный pipeline у них конечно с этим так баланс unity кстати у вас 2018 используется включение не обновить слушай так вот такие вопросы закидывал бы за нее писал сказал что понятия не имею потому что это я не знаю серёга смотрят почему ты смотрят если нам что-то полезное тут есть полезные патчи или нет если полезно есть типа пишут все все обновляемся вот на такую версию последний время говорит что надо будет обновиться но уже после раннего доступа ну просто я я понимаю почему не обновляется когда проект уже запущен но по-моему когда вы начинали тогда уже 2019 точно лтс и было и 2020 возможно можно было сразу на новый скорее всего начать ну просто когда мы начинали когда ваш последующий последний проектами да 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 мы начинали когда мы родила диспотизм диспотизм мы релизами до 8 ноября 2018 просто или в 19 или в 20 как раз там 2d тузы нормально прокачали в юнте я поэтому и спрашиваю ну в принципе вам если не надо то зачем так а вот сейчас как раз дымка все эти чемпионаты и вот на основании этого какие вещи вы много чего уже решили править и что будете править перед релизом тут скорее мы запускали дымку зимой и и скорее там было больше больше понятно то есть новая дымка она отличается только контентом по большому счету но мы царя горы улучшили то есть он стал раньше там была одна группа как сейчас у стримеров и все в ней рубились это были свои минусы ну то есть мы поняли что стопудово так нельзя нам нужно так чтобы все игроки которые проходят игру они куда-то попадали какую-то группу и могли там кого-то выиграть вот а что мы так мы по большому счету да то есть не так много есть какие-то мелочи которые ты понимаешь что а вот тут этому неправильно решили тут таких вещей не хватает но никаких больших решений нет сейчас воду релиза вы относительно плюс-минус так челите перед не ниже не жаритесь там чтобы сделать этот патч первого дня и прочее прочее как это вообще не связано одно с другим потому что как можно чили к тому что если бы там дофига жесткого фидбэка дали и прям вот надо сейчас быстренько это перед релизом все пофиксить или есть какие-то планы и фичи которые ну вот спокойно можно делать то я имею ввиду не кранчить короче там сейчас ну я вот сегодня работал завтра буду работать тут скорее сейчас попытаюсь сформулировать когда есть домки публичная они еще там с мультиплеерными фичами люди играют очень сложно сконцентрироваться на том чтобы не править дымки не сидеть не не сточит игроков посидеть игру пилить дом кара все-таки дымка я постоянно стараюсь но в итоге сложно то есть ты кучу времени тратишь на какие-то такие вещи не связаны с конечным релизом в итоге я надеюсь чуть меньше месяца осталось что мы все отлично сделаем но кроме меня никто в 11 уровне еще не играл то есть до релиза меньше месяца и в команде даже не играл а кстати в основной команде вас тестеров нет 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 это то не бил предоставляет или как у вас танки вообще да есть куа от они билд но по большому счету мы обычно тестируем сами плюс каким-то узкому кругу знакомых которым по фану поиграть в раннюю версию раздаем типа ищите баги но не больше играют с багами неплохо в том смысле с бога фиксами потому что вот у нас есть дымка и мы на ней большую часть об катали то есть именно версия раннего доступа она будет отличаться по большей части контентом и балансом как раз поэтому там багов то конечно будет много на блоки вскоре все не будет то есть ну вам будут писать вот смотрите вот этот мутатор он работает криво вот кино окей вот он через день патч на него примерно такой подход ну а плей тесты кем проводили или вам как раз дымка плей теста заменила по сути очень прикольно с этим в стиме мы запускали плей тест два раза там есть там механика сейчас именно плей тестом кнопочка такая я такого прям не помню что вот не так не так давно на самом деле не звери и для нас это было присуще та же самая дымка но просто разная психология игроков одни больше кликают на плей тест другие больше кликают на дому и ты короче сначала запускаешь плей тест проводишь там первое там сезон 2 и там люди более благосклонны к глюкам потому что мы тоже плей тест потом новая бред выкатываешь просто запуская в дымку это типа вот поэтому закончился теперь это был то это с дымки теперь вот вам релиз дымки но с точки зрения меня моего внутреннего ощущения мы просто завелись или один раз дымка потом не обновляли то что там какую-то галочку поменял у нас в админке как она для игрока выглядит то есть там ну в библиотеке и прочее то же самое просто немножко по иначе глупо говоря кнопка там названы и все ну да ну ему прямо придется удалить у меня то было недоступно ему надо выкачать и заново версию хотя там поменялась почти ничего страны психологии у меня наоборот ощущение что дымка это что-то урезано поэтому я буду снисходительная playtest это уже по идее реальный продукт поэтому я наоборот жестче был бы у нас playtest как бы playtest дымки маркетингом то тоже как понимаю сейчас всем то не бил занимается или вас команде кто то есть кто там рекламы и прочим мы же индия у нас в команде есть программисты художники и я я каким-то маркетингом занимаюсь но скорее конечно поскольку что они будут но мы постоянно общаемся на эту тему то есть это не так устроено что мы сидим в бункере делаем игру они там что-то там чудят эти все пола материала когда они готовят они с вами советуются или просто у вас там берут какие-то исходники и потом все это выкладывают то что постится в соцсети делается боб большей части нами на еще есть комьюнити менеджер который занимается в том числе соцсетями и он офигенно среди там работают он тыкает пальцем артистов либо просто берет только так вот смотрите вот эта штука вот ее между делом закинули давайте я ее оформлю и запущу вы такие конечно же бери гости либо не джоа ни в коем случае не надо это плохо ну вот и как-то так про юрика есть смысл запросы задавать поймете не не никого смысла вообще я просто хотел там посмотри спросить чё как как там с ресурсами работаете как вообще pipeline выстроен работ жаль но нет но я думаю потом можно быть и в личку написать в команде спортишь и когда тексту версию буду готовить уже можно будет туда добавить дополнительно да можно без проблем такая продавай продэвган white night и прочее если вообще смысл на эти конференции ходить но в твоем случае понятно ты больше по фану ходишь пообщаться но если индюк у которого еще нету издателя нету финансирования надо ли не надо вообще я считаю что надо но это вообще холивая такой очень открытый потому что то есть многие почему-то мнение чаще всего полярная кто-то говорит что обязательно надо кто-то такой нет это абсолютно бессмысленная трата времени и денег как на дтф недавно обсуждали я видел твое обсуждение там ветка два абсолютно разных мнения да а но сейчас попытаюсь как-то знаешь так более нейтрально рассказать как я вижу зачем ходить на конференции на конференции ходишь для двух вещей посмотреть на индустрию именно на людей которые делают игры и себя показать людям которые делают игры то есть я считаю что я намного лучше стал понимать как бы это опять же относится к тому как как выбирать какую следующую игру делать ты просто общаешься с большим количеством умных людей в гиндея и личное общение в живую она все равно просто лучше работать чем виртуальные ты быстрее то есть вы как-то можете более искренне с другом общаться более какие-то свои мысли такие 0 сырые доносить более открытое общение и ты просто лучше начинаешь понимать эту устроена плюс тебя начинают узнавать и вот да ты сейчас не собираешься устраиваться на работу допустим да может быть ты сейчас прямо никого не хантишь но в тот момент когда у тебя когда-нибудь тебе что-то понадобится и если у тебя тебя загуглить есть или твою команду и у вас будут строчки выиграл вот это участвовал здесь выступая вот с этим это сработает ну это сработать в плюс да есть принципе контакт тоже полезно чуть знает через корр это не понадобится да да то есть ты просто когда-нибудь будет момент что тебе кто-то нужен этот чувак он такой а да я его помню если на конференции общался не помню о чем общался потому что общался и вроде нормальный это прям важная штука то есть общался и вроде нормальный это вообще очень ценный ресурс плюс шоу кейсы ну шоу кейсы вообще без разницы на конференцию разница есть на конференции профильной или не профильной шокис это полезно то есть приходишь кучу народу дает тебе фидбэк по твоей игре вот так сейчас кстати между делом разыграем один ключик на прошлую игрушку да кстати почему она сейчас кажется на ту игру которая сейчас новая выходит почему ключики не получилось генерить там сказал технически сейчас 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 я подумаю могу ли я это говорить даже так да я не очень уверен короче это не запрещено да это связано создателям но это не сказать не запрещено но давай просто допустим эту тему по причинам того как сейчас планируется релиз это не очень удобное дело я кстати сейчас релизить его только в steam на я пока что да а потом куда планируется это мы всем отвечаем так постараемся везде где точно будем понятия пока не имеем но вы генды пока например на тот же switch не собирали например лет хотя туда скорее всего прямо неплохо взошла вера да и в принципе на мобилке бы тоже она нормально за что будет сложно с мобилками но мы постараемся потому что диспатизм сейчас с гугла приносит больше чем со стима а кстати а в гугле она у вас как премиум или сына по мере премиум премиум ты чё какие на пы никаких инопов и как на люди покупают премиум игры 2025 люди покупают премиум игры в 2021 на мобилках а еще мы есть в google play пасе знаешь что углы своим геймпас ну вот мы там есть и это тоже приносит еще с этой подписки там неплохо деньги капают да как там доход развивляться зависимости того сколько типа часов в игре проводят или как как гугл так делает такой берет так понятия реально вообще не знаешь сколько получишь да ты даже когда договоришься они тебе просто говорят мы тебя сколько-то денег дадим не устраивает дверь там кстати говоря про прошлую игру что самое интересное сейчас трейлер включу самый интересный момент вот вот этот момент его вот вот с этим артом и прочим игра была на странице в гугле я насколько помню скорее всего даже фичарили с этим да да просто для контекста google я я не знаю как на и оси но google у них очень странная команда модерации они зовут наготу и прочие вот такие сексуальные темы очень могут сильно по жопе надавать у нас была тема что у нас на арте просто на арте стоят персы и некоторые персы но лифон трусы то есть вот такая к амазонка грубо говоря я не придрались что волк ну вот она в нижнем белье типа уберите прям там красным нам показывают что вот это неприемлемо как вообще умудрились так пройти на гейм росте надевгами как раз азамат вот говорю что вот панки это было круто то что вы это вообще экспериментировали а сейчас какой-то угла и делаете без экспериментов как так на самом деле тут сбавлюсь немного наш панк настрой от трейлер и скриншоты в гугле они с цензурой и в игре цензура тоже есть есть маленький лайфхак в настройках и можно отключить я предполагаю что google пока об этом не знает что он и там отключается поэтому прокатывает вообще об этом узнаем как-то намекаете или они сами случайно заходит настройки они могут либо случайно узнать либо в отзывах я отвечаю на все отзывы в google play и этот когда пишут ну вот зачем вы на телефонах цензура включили я пишу даком настройках отключаются и не такие радостные сразу слышь паукан а то-то я запомнил сейчас тапок возьму так но для новой игры вы не знаете платформы но уже собирали по крайней мере пробовали там под новым белки и прочее там заводится нормально без проблем или даже не пробовали пока еще не пробовали просто интересно но хотя с другой стороны там вроде как ничего такого прям тяжелого нет там больше наверно погулять они будут вопросы и по управлению да ну да все так так на самом деле извини вставлю на самом деле процесса у нас поведением персонажей живется только так то есть с оптимизацией возможно тоже придется самовизации большие проблемы вот у меня когда было под 30 персов у меня прям фризы были и это на 6 900 у меня и резали у меня 5 600 это вот странно было прямо очень да я понимаю особенно при переходах между комнатами почему-то сами бои вроде лог а вот между комнатами там видимо грузится новая комната и с этим связано еще между комнатами там скорее всего пофиксим но то что вот именно в бою подтормаживает это уже достаточно фундаментальная штука ну в бою у меня вроде мог было то есть вот я там за затарился перехожу и вот этот момент переходы там прям жутко это скорее всего по фикшену то есть либо уже по фикшену там есть что чинить а вот блин про unity не спрашивал просто интересно как часто вы в игре обновляете все эти коэффициенты и метрики у персов в этом как каждый кадр грубо говоря считаете вот это все или там какие-то ну и выполняете там урон и прочие либо раз в минуту либо когда что-то поменяется но это уже больше архитектурными да вот потом на искажив возвращаясь к другому там я заметил было три такие ключевые проблемы у наших разработчиков первые это индюки которые думают но делают игру своей мечты и вообще не анализирует рынок им особо вообще не знаю там взлетит не взлетит проще им в целом вроде как по боку другие это кто клоны делают а третье я вот уже не помню ну короче вот как меня вот эти две проблемы это вот как каждый раз таки и вот с каждый год на каждом другами вот как вообще это поменять непонятно мне кажется можно не менять ничего в том смысле что ну вот в музыке считается зашклами делать музыку для специально для коммерции все делают музыку своей мечты и 99 процентов этих проектов умирают ну в целом нормально считаю в играх в инди играх это тоже менять на фундаментальном смысле уровня не обязательно то есть тот кто хочет научиться тот кто хочет перерасти из хобби в в бизнес ну их на самом деле сейчас достаточно много то есть то что их от общей массы там меньше пяти процентов ну так общая масса настолько огромная типа куда нам столько игр хороших сейчас даже в сентябре ну тогда даже от наших утенки спас finder там черная книга то есть да даже вот таких небольших проектов чисто от наших сейчас дофига да если взять еще иностранных там прям чем вообще сейчас много игр выходит очень много то есть они говорят о том что вообще не надо образовываться надо но я не вижу проблемы в том что есть огромное количество людей которые типа такие а я просто буду делать и игру мечты и не глядите на водительных пускать делать нет с этим в целом проблема нету меня просто диссонанс от того что то что они вот это делают а потом у них начинается вот она игра провалилась вот это самое странное что шелка понятно же почему так происходит то есть условное инди-гейм самую он ломает людям представление о том как делаются игры и вообще вот история успеха они очень часто со стороны выглядят как ну я сидел делал игру мечты 6 лет а потом она выстрелила проблема в том что это действительно часто так происходит почему потому что девяносто процентов иди индивиду так делаются соответственно кто-то из них выстреливать ну просто по закону больших чисел но ошибка выжившего там типичные с этим инди-фильмом самое забавное то что люди даже которые его посмотрели вроде как все воодушевились но к они как будто бы всю историю упускают особенно например связан то что он там несколько раз переделывал выгорал там срался с людьми супер мид бой блин они в итоге посрали сейчас вообще разные команды у них там тоже люди вот эти момента выпускают почему-то ну как как кажется что это часть пути и ты готов просто его пройти хотя то не обязательно часть пути абсолютно не обязательно на вот кстати по поводу переработок на во время всей всего этапа разработки в принципе часто такое было ну ты ты понятно ты очень заинтересован ты как бы основной там студии обычные сотрудники как с этим смотри нас же трое основных то есть это из то что говорящая голова это не значит что я главнее двух других партнеров не но я имею ввиду вот основатели и остальные сотрудники как на сотрудников мы кончить вообще не заставляем другое дело что у нас нету жесткого контроля по времени и то есть мы у нас обязательное время присутствия в сети она три часа типа с трех часов до шести в будние дни ты должен быть сети чтобы если будет созвон ты был на созвание в остальное время люди работают как каким удобно в итоге по нашим ощущениям по моим ощущениям у нас не то что не филонят а немножко иногда и перерабатывают ну и спасибо им но мы никогда не не было еще моментов когда мы таки блин ребята давайте вот сейчас под нажмем без выходных поработаем без этого да ведь на самом деле я сам не то чтобы прям такой кранчер то есть сейчас период за месяц до релиза сейчас понятно как ты думал сразу что вы наверно в это время я буду без выходных зато пару месяцев назад я мог спокойно там будний день там не знаю часик посидеть там на почту поотвечать и такой ну ладно сегодня я ничего по работе делать не буду я сегодня все выходной потому что там не знакомы есть какие-то дела другие не связанные с работой я вовсе на удаленке работаете куда в офис вообще никогда не собираетесь или иногда там встречаетесь хотя бы как с командой вообще она как распределенная по разным городом у вас да то есть мы втроем с ученицем из питера остальные все из других городов то есть смысла вместе мы все все вместе мы ни разу не встречались втроем мы раньше встречались чаще как там раз в месяц хотя бы а сейчас когда пандемия началась мы стали реже и в целом сейчас мы там не знаю ну там летом один раз на даче собирались шашлыки поесть вот наши пересечения вот как-то так возвращаясь к теме steam office спросил спросил профессия по нему не ответил я бы хотел работать в офисе странно может прозвучать типа для меня было бы кайфово чтобы мы все сидели в одной комнате иногда не обязательно всегда но это сложно организуемо и я не уверен то есть чтобы это бы организовать прям кайфово чтобы всем было так комфортнее чем из дома это очень дорого и сложно ну да вам как него перевести людей если бы хоть в одном городе были было попроще конечно да по поводу взаимодействия с командой у вас как там вообще agile спринты и там деле митинги какие-то хочу нибудь из этого как часто вообще созванивать в принципе смотрю у нас выработали некоторые подходы но они очень индивидуально и и можно было бы лучше но типа как есть у нас есть виклики то есть мы раз неделю созваниваемся в понедельник в начале рабочего дня мы созваниваемся все вместе сказать я сделал на прошлой неделе вот это на этой неделе мои планы вот эти либо там случае там исполнителя часто я знаю что я буду делать ближайшие там три часа а дальше поставьте к мне задачу новой неделе началась вот есть виклик артисты созваниваются еще раз посередине недели в среду и в четверг то есть остальные остальных обязательных сезонов больше нету но в целом и дискорде очень часто сидим то есть просто мы сидим в дискорде голосом что-то обсужд что-то обсуждаем по конкретной задачи это эти задачи через что то это уже нам уже в нем тесно то есть на диспотизме было хватало полностью сейчас же только там только доски то есть там таска вареных на там доска даем то есть соответственно мы как таски карточки используем там туда бэк лог им прогресс дан блин счета как-то прям мало но у нас обычно баборда используется для спринта вот для недельного а в целом тасков но там в разы больше они на одну доску не влезли там сотня была такая ну там такие есть фильтры ну да середов 3 уже тесновато то есть можно выполнить и фильтрами например задачи которыми или access они со специальным тегом ты можешь отсортировать чтобы только задачи по этому итогу видеть и вот но как бы да я не советую я считаю до трех человек тревога более чем достаточно не не зачем использовать что-то более тяжелое но там есть те же сам тяжелая это джиро конечно она прям вообще уверхать но вот мы пробовали асану там есть и таски есть борды и нужно перейти таки перекидывать туда туда я когда полгода в сошел квантом и работал вы пользовались асаной что-то меня в небе сила я уже забыл что прям что-то прям у меня просто вложены таски прочитан довольно удобные моменты были мы вот когда свой стартап у меня был бы как раз асаной тогда пользуюсь но мы начинали там еще даже борды вообще не было не помню что меня вас они раздражал помню что там можно удалить и в истории нигде не сохранялась и это внутри команды вызывало ну в ноушене например сейчас вот в ноушене еще работаем там при удалении всегда можно посмотреть в трешинге то есть но вся есть ну мало ли случайно например удалил нас асаны была проблема возвращаясь к стиму а выше фестивале участвовали с демкой до этим летом не участвовали вообще или фестиваль если по фестиваль дома версии в steam с ним в нем можно сейчас участвовать с одной игрой один раз то есть ты не можешь участвовать несколько раз раз полгода или типа раз в год можно ладно один раз значит я ну я практически уверен в том что с одной игрой один раз правило могли меняться может быть раньше иначе было он сейчас так вот мы участвовали раньше то есть не этим летом тоже по моему зимой но в общем там весной так примерно вот и значите сказать фестиваль дома к офигенной то есть и мы там очень хорошо зашли то есть были в топе вместе с loop hero который тоже туда еще не вышел почему я спросил по поводу этого потому что я пошарю и кранчик если на стиль . да мы steam spice и зайти посмотреть у игры есть виш-листы и у игры есть фолловеры на странице системы для тех кто не знает вот у вашей игры сейчас почти 10000 и тут сам интересный вопрос как из одного получить другое например можно взять на game industry они как-то выкладывали включение опашивали разработчиков и те с ними делились данными на этот счет и если посмотреть интриги расследования но короче там коэффициенты если убрать прям крайние значения там 518 в среднем коэффициент зависимости между фолловерами и виш-листами где-то там в промежутке 5-10 и если посмотреть и сравнить с тем что у вас получается что приблизительно у вас где-то 50 70 120 короче 1000 виш-листов я понимаю что ты не можешь число назвать но вот интересно это вот ну короче когда самый большой бус был это вот фестиваль принес или как или она вас на протяжении всего промежутка времени как-то растет органу постепенно 1 как-то на одном уровне когда там пике наибольшие самый огромный пик он дано фестивале дамок фестиваль дамок нам бустану очень сильно на самом деле сейчас по моему половину виш-листов можно сказать что с фестиваля дамок который у нас есть до такой степени а в остальном время то есть есть какой-то постоянный рост и есть очень хорошо работают тоже сейчас steam то есть делают на эту ставку не знаю может ему уже надоело но вот там с последние два года он это активно пушил локальные фестивали то есть удив гамма был такой индика по такой был то есть у кого еще мета-паблишинг проводил как не девалвера по-моему тоже проводили девалверов не на него свой был нас нас тут жовку не брали вместе до мета-паблишинг они проводили не только для своих игр а то есть для спортовыми скиньте ну то есть мы туда тоже пошли они такими они написали короче они сделали фестиваль типа вот игры за снг там масленичная тематика и прикол в том что steam сейчас дает трафик этим мероприятием то есть кто-то организуют ивент там участвуют там 100 допустим игр у него появляется своя страница она похожа на фестиваль дома версий в ней намного меньше трафика чем на фестивале дома вес но тоже есть то есть это не просто люди пришли там из гугла там из twitter нет внутри стима он эту страничку кому-то показывает и посмотрите фестиваль и как бы те игры которая там на первой странице условно они еще получают прилично так внимание просто это интересная тема я на дорогами у людей тоже спрашивал что у них там по вишлистам и некоторые прям там гордятся 5000 10000 и если даже взять по нижней границе допустим если бы у вас было 50000 половина с фестиваля это значит что только фестиваль там тысяч 20-30 могу принести и это уже больше чем у них это просто я и у многих спрашиваю участвовали ли я или планируют участвовать фестивале я не как-то типа зачем типа смысла нету надо как-то больше поводу идею чтобы люди участвовали в этом деле да но если надо понимать одну вещь фестиваль дома версии вот именно этот это сейчас еще один маленький релиз то есть когда-то была такая фаза расхожая то есть такая поговорка можно сказать что в стиме у игры релиз один сейчас нет у тебя по сути есть несколько всяких дат которые важны не намного меньше чем релиз то есть фестиваль дымок мимо относиться как к релизу ты прям типа в него вкладываешь там можно там стримером дом очку разослать чтобы они поиграли все то же самое что для релиза как раз в манике игре по нагонять на странице да потому что у тебя там я не помню сколько там участвовала игр но точно больше сотни ну допустим там 300 игр и естественно те кто в конце списков они ничего не получают а там тоже внутри сортировка она не случайно это мисс сортировка по в одном окне потому сколько людей трансляцию смотрят в другом окне сколько сейчас активных игроков то есть в другом фиг знает почему вот явно более популярные игры выше всего так занятно а кстати вот по поводу того что-то релиз один раз всего как я помню когда мы выкладывали это 16-15 год там еще была эта тема что там я не помню как называлась boost или как там один или два раза можно было на игру закинуть и там миллион или сколько-то просмотров типа steam давал сейчас такая фишка все еще есть или же нету она есть количество бустов больше я не помню сколько но количество переходов она вообще копеечная по сравнению с теми временами то есть эти пустые мне сейчас намного слабее работают у нас диспотизм до сих пор один лежит мы думаю мы его наверно активируем вот на на релизе на релизе despots game то есть у нас диспотизма лежит вот но они намного слабее я не помню там количество точно и то есть там именно про колись в принципе количество просмотров маленькой или ктр на них маленький сейчас нет именно количество просмотров то есть там не миллион это вырезали но опять же не скажу тебе число на память ну то есть мы их тратили и это она не давала такие какие-то космические взлетов я со страницей с теми вообще экспериментировали как-то там теги меняли картинки и прочее это вы сами если делали сами если нет то они там то они бил помогал с этим как здесь под гейма и но вот этим занимается то не был то есть страницы мы особо то есть мы скриншоты трейлер то есть с этим мы работаем с описанием и обсуждали но они его меняли но я часто такой типа нет нет вот так не надо давайте вот это вот вот это я не хочу давайте по уберем или там поменяем на другую форму формулировку и как вообще эффекты эти давали я конкретно вот изменения конверсии не знаю я их не спрашивал я типа стилистически какие-то вещи которыми именно не нравится по вкусу влажу типа нет там мне пофиг на конверсии вот вот так вот не надо писать это это нам на самом деле мне не пофиг но есть некоторые вещи которые они могут не ложатся в числах но они важны общий стиль например локализацию в игре русская же будет как мы делаем на русском на самом деле я изначально на русском делается и у меня плохой английский а в игре много много текста соответственно вначале я все делаю русском и на английский нам крас альфина переводит я страдаю из-за своих его английского выхожу там в скринг заниматься но я точно не на том уровне чтобы типа делать меня для меня я кучу времени буду тратить а текст а длина текста и не смогу написать чтобы они прилично смотрелись ну да в принципе так что ну так что на русском на русском более экономичная версия даже но надо будет озвучку еще добавить слушай нет это сложно слишком задумно заложили то что там есть будет что озвучивать и хорошо какие-нибудь планы уже на будущее есть после этой игры на или продолжение или новая игра будет опять связана с этими двумя какие-то мысли после того как я ему обнюханный как коксом на одет не за на самом деле за зошь это была шутка на него случаях это котики нельзя в таких вещах на ротике это плохо короче просто как я на яхту на яхте отдохну да не знаю да на самом деле суть в том что нам же очень долго еще делать игру то есть да мы выходим они доступ нам нам еще у нас еще много планов по despot game хотел бы я делать еще какие-то проекты наверное да выбирали ли мы какие-то идеи уже которые мы хотим вместе реализовывать либо там набирать еще людей нет не выбирали вот как-то так на вообще геймдф не надоел не вообще прет прям только так хочется иногда там выдохнуть но там life work balance это вещь такая не постоянно надо работать а если в геймдэйве но не именно делать игры например вот мы с прошлым тиммейтом делали игры сейчас временно переключились на создание сервисов для разработчиков игр таких мыслей не нет не бывает мнение у меня то есть у меня есть огромное количество идей геймдизайнерский которые я бы хотел проверить или которые я бы хотел сделать и такой типа смыть и будет угарным у меня там типа evernote исписан такими заметками мне бы хотелось их больше их пробовать и вообще делать какие-то такие необычные штуки то есть для меня огромная вот как бы какая-то внутренняя гордость что мы сделали вот этот гейм мультиплеер и такого я ни у кого не видел я от этого прям кайфую это что людям ну естественно то что там людям заходит то есть я придумал какую-то штуку которая ни у кого еще не видела она людям заходит для меня это вообще кайф штука классная удивился когда до нее дошел но теперь меня смущает то что большую часть троев когда я играю я до нее не дохожу и даже и не не вижу ее вот это но с другой стороны это типа как награда такая если игру проходит что вот с реальными людьми типа соревноваешься не ну штука вообще классная такое тоже я не могу в принципе припомнить что в какой-то игре что такое видел да я я понимаю что это не главное в игре на самом деле то есть игра все равно на 90 процентов это синглплеерный рогалик но типа для меня важно то есть я понимаю когда делаешь игру ты больше час времени делаешь типа понятные штуки ты такой надо сделать качественно довольно понятные вещи их типа делали и другие и ты такой ну вот я скомбинировал там пару игр две-три или вот из этой игры там из 4 еще что-то чуть-чуть и ты просто это надо делать поставить время вот есть когда парочка прикольных идей которые никого нету я прям вот такой я готов в сайте там три года на то чтобы потом убедиться что это зашло и хочется таких типами жизни не хватит все-таки гипотезы проверить него вообще прототип чиков много было перед этим нет то есть по сути у нас и мы все что делаем она придется так или иначе в продакшн есть еще игра который мы делали на дтфский джем называется но time to explode как пытание билд есть но time to explain это но time to explode мне очень нравится концептуально я бы и опять же тут мы сделали такой типа блин прикольно же давайте когда-нибудь доделаем но когда не знаю потому что мы не делали уже посреди разработки где спас game то есть вот как когда вы определились типа of the chest и прочее даже после этой идеи там в принципе вариантов для экспериментов в принципе много или вы как там уже вот так то так то так то и идем в этом направлении или было так что вот есть можно так так или вот так так давайте попробуем это это как было я бы сказал короче очень петь я пока расскажу историю она просто будет показательная и будет понятнее как это происходит изначально мы задумали что будет играть игрок будет за слайма у нас проект где те называется слоем 3k потому что так изначально мы думали будет называться проект то есть он будет играть за монстра такого же же образного и покупать ему элементы из него то есть ты покупаешь детальку с тентаклем покупаешь детальку с клешнёй буквально детальку с стреляющим глазом и этим монстром ты сражаешься против людей вот такая была изначальная концепция людей нарисовали быстро потом кучу времени экспериментировали по коду и по а погоди выходили что после покупки этих запчастей это визуально не прямо отображалась да и в пиксель арте это чтобы на ух без костей да ты все понял мы потратили на это довольно много времени ничего то не получилось точнее получалось но получалось недостаточно хорошо чтобы нам нравилось а люди вот они они уже прикольные и прям всем нравится русские ну ладно фиг с ним выкидываем этого монстра и меняем концепцию типа у нас теперь маленькие люди сражаются против больших монстров наоборот вот и как бы так дальше и поехала там ты кстати по поводу этого еще когда игру начинаешь тебе говорят там в первом или во втором диалоге мол привет герой там ты избранный прочее а на арене стоят четыре человечка что мне про немного диссонации было из-за этого у меня есть одна задумка которая я не знаю наверно уже никогда не реализуем я хотел чтобы в начале игры игрок стандартном рпгшном окошке настоя вот потеря нет персонажа прямо одного он его настраивает ты ему имя задаешь характеристики меняешь внешность на визуально никак не эффекте то есть розовый человечек ты ему там раса меняешь параметр он точно так же выглядит возраст меняешь параметр он точно так же выглядит начинаешь игру и с тобой дес подговорит что вот ты избранный вот это твоя команда а потом когда умирает он скорее всего рано или поздно сдохнет упс кажется ваш герой да ладно так давайте выберем нового героя а вот теперь из этой команды вот ты герой то есть типа так обстебать это в итоге как-то у нас уже сложилось что мы как в тс как то есть игрок это не конкретный персонаж ты просто один из них и либо такой незримый их помощник то есть нету одного юнита с которым социуются игрок ну ладно мы просто можно было сделать как в каких пол в четвертый герой герой можно было вместе с юнитами ставить или как в пятых героях или в третьих когда герой вроде как есть но его убить нельзя он чисто там типа кастует и прочее но это с точки зрения какой-то история разрушает то есть нам же хотелось все таки ну у нас маленькие розовые жалкие человечки отчетом герой идет ну к откуда там герой но у вас просто дата не то чтобы глубокий лорд нет нет я не про это вот не надо мне тут не глубокий у нас глубина такая офигеешь суть просто в том что нам именно хотелось создать ощущение что ты играешь за маленьких слабых человеков против больших сильных монстров выделить среди них одного героя уже не получается то есть не ну разрушится это ощущение если есть один выделенный персонаж который сильнее чем остальные ну или как бы он там отдельно стоит то он уже не сложный продолжать как вот это вот ощущение что вот это маленькие розовые человечки жалкие сбежавшие вот как бы либо сбежавшие либо взятые из размножаторов диспотизм и ты просто тогда не особо себя как бы с ними ассоциируешься ну например взять какой-нибудь взять тот же самый x-com там у тебя тоже party ты особо с ними не ассоциируешься но у них есть имена и у тебя всегда есть один-два из них которые прям мощные мощные ты за счет них тащишь вот ну что такое тоже могло быть ну как бы это понятно или или могло бы быть настолько вариантов на тех конечно да да все так там люди спрашивают компьютер за тобой который продается нет мерч вот этот пальцем не попадает нет не продается это кастом вообще мерч и не планируете планируем даже на конференциях я немного раздавал ну то есть но будет ли именно в продаже ну то есть это после я надо смотреть это зависит от того насколько есть спрос первую очередь но выглядит в принципе забавно даже в отрыве от игры но как минимум робот и с человечками там я начинаю придумать нужно интересно я просто думаю а какие-нибудь дел сишки прочие для игры не планируете планируем у нас крем сейчас мы пока планируем что мы будем делать и не особо пытаемся решить что из этого будет платно что бесплатно но саундтрек боевых меня выложил я думаю в стиме вы люди это это стопудово на да сам там хороший я обычно тоже там у этих супер гайд games которые транзистор бастиона у них постоянно тоже создание всегда так паки покупаю прослушиваю ни разу сам не покупал но я воспринимаю как скорее типа вот я хочу я считаю что есть музыка крутая я хочу вырезать это это поддержка разработчик чисто так то я могу и на youtube на халяву послушать если захочу да да а я не кстати по моему сами на своих аках выкладывать выкладывают то есть я даже смотрю на ю тубе я бы их не пиратил ну вот то есть чисто поддержать разработчики да то есть и покупайте когда выйдет sound despots game в стиме мы эти деньги будем перечислять вове все нормально поддержка sound продюсера напомню композитора ссылочку еще раз игра 14 октября выходит мы добавляем лишь лист покупаем прочее кстати сколько будет она там ставить нет нету но я регионал скорее всего будет да 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 оригиналка будет но если она будет 10 баксов то у нас где-то рублей 250 3 слушай слушай нет она будет дороже диспотизма диспотизм стоил 299 то есть 15 баксов и скорее всего 490 нет на 4 схема угол таланта ну блин это уже дороговато ну что поделать вот такой вот такие времена но я думаю издатель все взвесил но просто я когда на такие игры смотрю вот прям до 300 это прям вообще без проблем 500 это уже другой если больше тысячи это прям что-то уже ух аглатор 7000 извините я не опас но слушая тоже steam вот не буду это писать где-нибудь публично хотят сейчас только народу читается только смотрят сейчас скажу короче понятно что половину на людей стима покупать и как только по распродажу да я тоже ну вот и скидки соответственно тоже когда-нибудь будут ну типа у меня просто в баклоге там 2000 мне вообще не резон по фул прайс ну во первых потому что скорее всего 1 месяц там будут фиксить баги зачем сразу покупать я сразу покупаю прямо если что-то прям что я покупал ну в деревню от но резидент и вы покупал окей поиграл на релизе норм но я знал что у них скорее всего ок будет на релизе ну а так больше ничего там я иногда я бываю предзаказ делаю к сожалению какого-нибудь киберпанка который бы нам рефандить приходится ну да смысл на релизе особого нет ну особенно в стиме где там 75 процентные скидки иногда бывает а потом или даже без них банках можно что-нибудь подешевле взять туда я могу сказать зачем покупать despot game на релизе потому что у нас игра с историей типа каждый сезон будет немного отличаться от предыдущего и не всегда это просто стало лучше нет станет по-другому я вот что-то переноситься прогресса какие-то плюшки за прошлый сезон а будут даваться но ты у нас система league то есть если ты хорошо сыграл в цели горы в сезон то в следующем будешь играть более сильными игроками но как в лидер типичная элла системы но это рейтинг какой то есть да нет а на самом деле там у нас не так у нас он не скрытые у тебя есть ты попадаешь в группу это видел эти группы то есть на релизе это будет выглядеть как группа и на себя и 100 человек новые люди попадают другие группы если ты занял там он топ-25 процентов то есть один из 25 лучших то ты попадаешь на лигу и выше в следующем сезоне вот такой простой механизм соответственно а между сезонами меняется баланс то есть правки вносится между сезонами внутри сезона правки не вносится но это конечно классно просто вот ну в той же лиги и в зависимости от того раньше такого не было но последние сезоны в зависимости от этого места тебе потом сундуки издаются там со скинами и прочим у вас вообще такого ничего не планируется у нас есть на данный момент только медальки то есть медальки это значки около никнеймов в рейтинге царя горы где с твоими достижениями пока их и сейчас немного есть в планах сделать что вот их там можно бы получать много разных и выбирать саму какие отображаются но этого даже на я не будет это будет в смысле с апдейтами только сейчас они сейчас есть несколько фиксированных и выбираются самые лучшие вот и возможно позже будет контент который ты сможешь выбивать но в целом наверное мы не будем слишком сильно акцентироваться на цель горе по какому-то вот контенту чтобы все-таки позиционироваться как это синглплеерная игра в которой если ты хочешь можешь играть мультиплеер то есть ты можешь если не хочешь просто пройди убей финального боя босса закрой игру но я какой-нибудь если бы я делаю скорее всего сделал у медальки конечно тоже круто но какой-нибудь визуал в игре например ский скинчик перса или у него там он головой короны какая-нибудь у человечка не то чтобы прям сложно добавлять но иной и соответственно чтобы другой игрок это видео это прямо да и даже для себя ты играешь и ты понимаешь что у тебя перс отличается от большей части других игроков которые сыграют хочется но опять же у нас пиксель от и надо понимать что у нас кастомизация дорого выходит то есть то есть прикол в том что там не знаю поменять шапочку персонажу это не в 3d поменять модельку анимации те же остаются не то надо в каждом гребаном кадре где он нарисован это поменять а вы кстати их не искусству ков собираете то есть если у вас показываю анимация то есть у вас целиком персы это один кадр да 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 просто я периодически смотрю там как люди конструкторы делают они разбивают там шляпа голова тело руки ноги и потом как собирают в рантайме но это довольно сильно тебя ограничивает да это еще и делать надо и это взаимодействовать с арта делом впрочем чтобы это нормально в этом все вместе с программистами сделать это возможно даже и не стоит ну то есть да это кастомизация особую там не прикидываешь это если ну да и если тебе если ты не генерируешь персов их одежду ты каждый раз там случайно и прочь тогда это в принципе нафиг не надо нет но это просто тебя заставляет же что делать ты например если у тебя шапка она у тебя отдельно прикладывается значит есть два пути либо эта шапка вообще никак не деформируется в процессе либо тебя должна быть фигеть к сложная логика того что вот если персонаж идет она откроет там не за отклоняется назад а есть но как как получается надо у всех проверять что он совпадает с анимациями то есть в хорошей показываю анимацию тем все можете формироваться то есть у тебя типа голова это не всегда один и тот же квадрат вам типа на самом деле при движении там по всякому деформируется и просто так его заменить ну как-то вопрос так заменишь него в пикселярте да у нас просто вот на прошлой игре не пикселярт был и там как раз исправку собирали там типа 10 голов 10 там туловище прочее потому что кости даже даже там до хера проблем был особенно потому что есть мужские и женские тела и хочется пропса чтобы шарить потому что ну чтобы не делать отдельно и в итоге пошло женщину по толстоте делать как мужика там тоже юбки многие прочее было конечно столько гемора с этим трена но это да звучит мучительно а по поводу музыки кстати вот композитора и один и тот же и на прошлый на это и где он все все эту музыку пишет сколько примерно вообще не в курсе на один трек уходит по времени понятия не имею ну то есть довольно долго ну то есть но ну как долго в календарном времени сколько фактически он сидит за компьютерами думаю одну музыку я не знаю просто для меня музыка и вот это вообще отдельная тема и вот так взять сесть и чудо там придумать какую-то музыку не представляю то есть я я мог бы что-то взять и сделать наподобие например или из нарезок чего-нибудь там собрать вот как то есть вот я я слушаю и мне на ум ничего похожего из ваших как бы не приходит либо он сам это хорошо создала либо переделал то есть в любом случае мастерски сюда сделал но это же как с играми то есть если ты хорошая игра непонятно откуда стырина ты смешал четыре жанра и никто не понимает типа какие они понимают может быть те кто прошаренная те кто не особо они такие это супер оригинально и вова когда говорил какую музыку хочет эту игру он привел референции еще из этого не слышал вот такой вот я думаю что-то в духе этого но немножко этого этапа были ли он премьера игры приводил к действия он для этого но вова седых он в первую очередь музыкант выступающий то есть он это первый его опыт типа делание музыки для игр я даже не знаю планирует ли он кроме нас для кого-то это делать то есть может это для него такой экспириенс как бы он его ему по факту вообще в принципе вы наверно всем сотрудникам просто за работу пойти и процент от компании от продаж вот только вы втроем иметь да но конкретно на диспотизм мы договаривались то есть мы с ним знакомы были вообще то есть не не то что к нему пришел к незнакомый человек то есть мы с ним знакомы были и мы с ним как договорюсь она вообще сделал бесплатно по идее музыку но мы ему сразу сказали давай вот мы и steam выложим это что будет с продаж приходить мы тебя будем отправлять вот и как бы отправляем ну неплохо учитывая что как ты говоришь вам вам бы хватало на разработку втроим только он там нет они очень много то есть пассивный пара доход для него на пассивный дохода на интересно просто мы тоже мы тоже когда его делали может слышал миша диоксин он нам саунда писал но тоже в гип-гип но он не до геймдэва делает и вот он с нами там пробовал это прям видно что музыка такая не игровая интересно сейчас вообще много очень людей вкатываются геймдэв и в принципе даже из крупных бренд взять того же покровского который там до 9 делал саунды интересно это наблюдать как люди все-таки понимают что вот надо сюда идти с точки зрения музыки просто здесь есть банально даже деньги и при этом это еще и не зашкварно как например с рекламой работать то есть вместе даже рекламе тоже есть деньги но это как бы скучнее ну типа реклама а игры это по-прежнему что такое как в кино музыку делать но в кино уже вообще фиг пробьешься в играх вот еще есть но один циммер остался сейчас дюна опять вышла тоже циммер изучит везде так но мы блин уже почти два часа наговорили я думаю в принципе вопросы по моему основные все если ты же сам что-то можешь еще добавить какую-то из тем то вперед время с апанасиком летит незаметно не знаю давай скажу про ну или советы там разработчикам какие-нибудь если хочешь дать инди подрастать готовить фига то внезапно такой типа ну может между делом хочешь советов закинуть не но это ему я если есть еще по игре еще сказать давай после я совета обычно всегда наконец оставляют типа завершения это завершение я хотел по игре сказать что про чемпионат мы мельком сказали по моему но короче вот прямо сейчас если играть в дымку она доступна публично до 5 октября в десяти группах 1 5 игроков будут получать призы точно будут кепки с идентикой нашей сам пока не знаю как нибудь выглядит но я думаю будет круто выглядеть я знаю кто будет изготавливать должно быть кайфово и еще какой-то за первое место будет совсем крутой приз но мы тоже до сих пор решаем в каждой группе да то есть 10 призов и среди стримеров ведется отдельное соревнование тот кто выиграет в этой группе то есть среди стримеров то он будет увековечен в игре короче так а как игра определяет стример не стример я что-то там не особо не смотрел там кого не стримера была но я так и не понял это нужно короче у тебя должно быть не меньше тысячи подписчиков и это просто через личное общение с нами то есть несколько да не а ты не стример кто-то сам пишет кому-то мы пишем то есть вот так сейчас 2 2 тема 3 1 еще скажу по поводу ключика на прошлую игру на деспотизм все кто в чатике хоть что-то писал будут участвовать и потом часть ключиков я еще разыграю когда текстовую версию запилю на дтф тоже можно будет поучаствовать а по поводу с тимчанского собачка да у меня он ко мне лезет уже ну как же не за почти весь стрим скучает а гуляйся не надо кстати вещи или мне не может мы выходили уже он такой тихонь и вообще не не лаял ничего за все время за молодец по поводу чемпионата я где-то на дтф видел ты это упоминал но как вы с четырьмя боитесь о слушай прикольную тему на самом деле проблема в том что здесь много что можно рассказать но не хочется потому что поймут как обходить поймут как обходить да но самое такое очевидное у нас есть лог то есть того как игрок проходил и мы его забираем то есть если захочется игре ты должен отправить к нам приходит соответственно мы можем анализировать эти данные и 90 не больше 90 процентов читаков они просто сиди них накидывают ну и ты такой ну типа давай денег или еду читаем я кстати проверял да накидывается без проблем да но как бы прикол в чем мы не пишем нигде что ты забанен но когда ты придешь ты на сезон забанишься так что если ты в том же ранее в котором ты накидывал в итоге за что дошел за царя горит вы сейчас бы не находишься но вот я и хотел спросить как как вообще сделать чтобы вы выйти из этого из царя горю чтобы по нормальному сейчас пройти вообще невозможно все все уже забанен на сезон забанен до до конца сезона то все причем мы нигде не пишем уже за ушеду банда это самое лучшее решение на попал раз было такое что вот самое прикольное было когда чувак написал нам в нашем дискорде что вот я так игру прохожу же второй раз почему я в рейтинге не отображаюсь так а стима иди дай пожалуйста когда я так вы проверяете вы такие молодцы а мне на конце да забанили да нет на сезон ну ладно здорово что у вас есть проверка читеров а то я расстроился что вас читить можно вот эта психология у людей но кстати по поводу вот этих основных фишек то что валюта вот это и еду могли бы хоть какую-то защиту в принципе сделать но там не знаю стоит или нет конечно с другой стороны то есть зачем ты же в рейтинг не попадаешь но я вообще себя в рейтинге вижу в общем вроде как сейчас ну подожди это был тот же заход когда-то накинуло ли да а то есть если я сейчас зайду и посмотрю меня не будет рейтинге сказать можно проверить после этого просто с таким же успехом ну вы это ручками проверять они автоматизированы ну то есть если я буду накидывать после каждой комнаты по 5 10 процентов чем сможете это спалить да ну блин не надо проверять блин ну вы просто интересно если я все системы люди знают я во всех играх и все системы всегда стараюсь ломать у меня в твиттере там эти все целые тренды с этими багами и прочее во всех игр про киберпанк то наверное на 50 на 60 твитов ладно можно блин есть короче пара мыслей которым я бы хотел поделиться но опять же не хочу подсказывать это потенциальным взломщик да может потом отдельно разуме до чтобы на стриме обсуждать это кстати над другими на следующем будешь сейчас виртуальные которые осенью скорее всего в том смысле что там есть оваться до новаться мы подадимся кроме номинации без геймдизайн а вот насколько я буду в нем активно участвовать я не знаю потому что не знаю насколько там будет кончим не кончим то есть мы там уже спокойно будем жить или например раз по врезающего шуба он попозже там типа в ноябре уже по моему другом но я не просто билеты как раз вот 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 сейчас подорожали мы там по дешевке взяли как который когда там они были ну все давайте закругляться и сейчас время советов для разработчиков если еще что сказать хочешь совета совета думал ты забыл про нее что меня как будто отбил на какой-то план был я прям и и забыл был план могу его придерживаться теперь да 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 советы советы мы короче вот ты правильно сказал про игру мечты но на самом деле как можно раньше проверять нужна ли кому-то ваша игра мечты вот так с кем убирать не в том смысле что на игроках ходить и плейтестить ходить на шоу кейса из этого следующий вывод первые проекты первые проекты всегда делать не без они не обязательно вот все говорят делайте максим очень маленькую игру не обязательно игра может быть не очень маленькая самое главное чтобы было легко сделать вертикальный средств то есть вертикальный средств что-то такое это геймплея на 10 минут но он такой же как в конечной версии игры вот у вас должна быть делать все такие проекты в которых вот эту штуку можно сделать быстро то есть проблема в том что вот делать 4x очень опасно потому что ты не можешь сделать быстро на 10 минут 4x игры 4x стратегии тебе нужно сначала сделать целиком а потом уже давать кому-то играть вот выбирайте такие проекты которые можно легко проверить они кому-то нафиг нужны или нет это самый такой совет мне кажется который редко дают который редко я слышу потому что у всех в основном не повторяются это мне кажется маг просто ты тогда можешь сделать вот срез на 10 минут вроде как интересно и даже вроде как на целый час интересно а когда все это дальше начинает раскрываться это может быть либо монотонно дальше либо не хватает новых механик ну разнообразие тоже неоднозначен со срезом на самом деле дальше это уже просто работа она не так не самая простая тоже можно в сайт но по большому счету если есть вертикальные средства на 10 минут то хорошая команда и хороший геймдизайнер могут сделать из этого игру вот я просто это считаю прям как факт если дальше уже облажался то эта проблема не того что ты неправильную механику за тестил а в том что ты не сумел развить собственную идею но там если у тебя есть клевая боевка необычная и она на 10 минут хорошо играется можно в нее добавить новых механик сделать разных противников сделать историю и это будет клевой игрой даже если эта боевка там не знаю свежий ощущается 10 минут потому что все таки в нашем рынке самое сложное вещь первичное внимание и чтобы вот это как бы было такое что это что-то новое необычное хочу в это попробовать играть ну блин даже с боевкой смотри взять какой-нибудь ковчет например dark solo взять да чтобы показать боевку ты там банально можешь взять анриал болванчиков их дефолт их там на анимации хоть какие-то уже есть можешь показать вашем случае например у вас очень многое зависит от арта и от красивого пикселя то то есть на кубиках там на каких-то палочках обычный показать интересную боемку проблематично будет потому что у вас очень связано боевка с визуалом все таки и вот как быстро это все таки не за день то есть имеется ввиду что вот на чем мы поняли что despots game действительно крутая идея то есть какой момент это было довольно давно то есть ну почти два года назад наш вертикальный срез это был один уровень не случайно сгенерированный абсолютно линейный с двумя типами противников и людей было не очень много то есть у нас есть какое-то количество человек уже есть комбинации но их там не 50 как сейчас а там потому что в 20 допустим меньше классов мутации по моему вообще не было как таковых то есть просто человеке есть предметы есть два типа противников или большая часть противников были копии тех же человек то есть то есть отзеркаленная и там босс финальный робот стреляющий без случайной генерации это надо понимать что после этого то есть вот два года делали игру которая уже было понятно за счет чего она хорошая она за счет того что вот этот уровень хорошо игрался нужно еще чтобы было 10 чтобы не случайно генерировались и чтобы игра не надоедала быстро за счет того что есть разнообразие я вот вертикальный срез 1 через сколько вы смогли получить ну несколько месяцев то есть это не год несколько месяцев это прямо вообще от ли отлично так ну то есть это немало то есть но надо понимать что это условно 10 процентов времени это озаботки всей игры мы это понимали то есть не то что ваш прототип должен за два дня делаться условно вот говорю опять же с глобальной стратегией вы и вообще не можете ну то есть в этот вертикальный срез сделать и тогда когда вы на 50 процентов доделать игру потому что она иначе без всего этого контента просто играться не будет планируете такой проект который можно проверить который когда если его придется убивать вы вам не придется подавать вот момент машину просто там дофига всяких историй но там больше про крупные эти конференции типа gamescom или какие ну такие крупные когда делают демки и прочее и после конфы их выбрасывают у себя не там два-три месяца хрена 4 ночи на эту демку но им потом приходится выбрасывать потому что это как прямо отдельный проект идет потому что они не могут на текущем проекте сделать срез и срез и демку и там постоянно вот эти разговоры что джиди сишники и проще тоже обсуждают что возможно она того не стоит там третий трое кстати три месяца команды грубо говоря на эту демку чтобы это выбросить это это другая немножко история потому что смотри демка про которую ты говоришь она не для того чтобы проверить гипотезу для того чтобы привлечь внимание для продажа она продаж соответственно ты там если ты хочешь вертикальный средств сделать именно для своей же проверки хорошите играли нет ты делаешь то что тебя и пойдет в игру то есть она в будущем тебе пригодится просто ты скорее на проект так должен делать чтобы у тебя была возможность не делала лишний контент проверить гипотезы раньше чем вот это вот как проблема да то что ты делаешь для среза что-то что потом скорее всего придется переделывать и вот как-то вот это бы минимизировать на уровне архитектуры мы но это наверно связано с играми такими сюжетными достаточно то есть ты делаешь что-то на раннем этапе потом все придется перерисовывать переставлять перемещать потому что короткая история это не не длинная история но не знаю я чисто нарративных игр никогда не делал но в смысле истории игр с такой сквозной истории сильно над ориентированных ну вот этот делать тема с демками и со срезами она в принципе перекликается с рекламой маркетингом но это просто довольно частая тема когда инди говорят что мол зачем мне на это тратить время я лучше потрачу время на игру и до сих пор очень многие об этом думают и вообще не задумываются про маркетинг это тоже такая довольно распространенная проблема среди людей да да ну то есть тут есть такой момент что наверное подход просто делать хорошую игру а потом идти к издателю он рабочий то есть если считаешь я ничего не понимаю маркетинге я не хочу учиться никогда в жизни не хочу этим заниматься ты можешь делать игру под издателя у этого подхода надо понимать что риски даже выше почему потому что если ты не найдешь сносного издателя то у тебя не будет ну то есть у тебя нет второго варианта то есть ты себя как бы сразу ведешь к тому что типа без издателя ты ничего не подашь но я больше про тех ребят которые думают что мол сами не сами а если игра крутая то она сама себя типа продаст и вот таких ребят ну это понятно да это понятно заблуждение такое типа сейчас выходит там под 20 игр в день на стиме как бы всем кто думает что их сами заметят удачи я просто напомню и если если кто не понимает некоторые вообще по-хорошему рекламировать и вот это на там на рейде так даже и прочее месяцев же за 6 там дозрели до релиза надо или хотя бы за 3 если вы там за неделю до реализовать каким-то там ключики кому-то стримером отошлете то эффекта уже не так будет там если говорить про steam те же самые wish листы они должны постепенно там копиться нарастать steam сама у него алгоритмы на это все дело смотрят и это потом но на релизе очень аукнется поэтому на надо на это надо на это всегда смотреть и заниматься ранних этапов мы страницу в стиве сделали очень давно то есть у нас не было ключевого арта мы его потом поменяли вас по моему мы сделали какой-то первый плохонький трейлер но тоже как раз на вертикальном срезе то есть и просто в запуле страницы что вишлисты копились а ну и да вот по поводу страницы вишлистов и прочее я уже кидал я когда текстовый вариант напишу еще будут все эти ссылки на материалы и не надо думать что в этом один раз красиво формуле страничку в стиме и типа все пойдет или если вы сделали плохо на первых парах а потом когда-то сделали хорошо это то это типа будет плохо мол там трафик потерять или что-то нет наоборот steam он постоянно корректирует алгоритм зависимости того как вы меняли страничку если вы сделали херовую страничку это вообще не беда вы можете ее поменять поменять теги поменять описание там гифки в описании заголовок на картинку красивую кстати часто советуют в шапке которая картинка делать ее не артом не игровым этим графикой а артом который вообще с игрой например не связан совет но собственно мышь картинку заказали мы даже не сами рисовали то есть у нас офигенные художники но мы такие а давай закажем картинку у другого художника потому что мы не будем тратить очень много времени и просто потратим денег ну да это как бы один раз так заплатить нормально человеку описать как что ему то нарисовать и и еще это не обязательно менять сразу все steam показывает очень хорошую аналитику потому как ваши действия на что влияют поменяли теги покрутили недельку посмотрели не под ничего не изменилось ну возможно ок или еще поменяли посмотрели поменяли шапку и так далее и так далее и в итоге вы по этим графиком поймете какой из вариантов самый лучший ну и поэтому все это дело надо начинать заранее то есть вот у у вас там шесть месяцев есть в эти эксперименты крутите крутите и это не только к стиму относится тот же google play там не значит тегов по моему нету но все эти скриншоты трейлеры и прочее описание как как бы там тоже с ними надо экспериментировать иконки в мобилках там на 100 а вот смотрите спрашивают просто но в мобилках там именно до поисковая должен оптимизироваться под выдачу поиска стиме немножко не так но я тут не эксперт а просто могу сказать что с ними не нужно там до стараться в описание впихнуть миллион хайповых слов не ради этого там описании там там с теми как раз если у вас как во-первых у вас есть скриншоты вас есть трейлер если у вас там 3d шутер вам не надо до хера слов писать так во первых есть краткое описание есть большое описание в кратком описание мне надо писать что у вас охрененный 3d шутер это понятно по скинам но надо в кратком описание показать чем это отличается там от ореха от этого что там у близзардов overwatch и прочее ключевые моменты а вот в основном описание с другой стороны многие почему-то забивают на него и только текст пишут там списком каким-нибудь охеренно заходят гифки вот посмотрите у диспотизма там красивые гифки вы на нее смотрите блин да там сразу понятно в принципе о чем игра и как она выглядит как бы это сразу тоже продает вам игру у диспотзгейм по-моему диспотизма кстати гиф но за время не станем ну и я под я потом ссылочки на это когда я уже кидал но это в одном посте это пускай что все вместе было так ну тогда все давай закругляться вроде обсудили все вообще хорошо посидели приятно когда человек сам подержит разговор а то иногда бывает он из человека вытягивает слова как будто он вроде хочет рассказать стесняется или что-то не знаю ну все мы разные ну спасибо что пришел да было приятно поговорить может быть еще потом после релиза как-нибудь обсудим как там игра себя поведет поговорим о будущих данных и прочее вообще без проблем ну и все ребят спасибо что заглянули смотрели напомню что среди всех кто был в чатике отмечался ключики разыграю и потом когда будет текстовая версия еще разыграем все всем пока спасибо всем пока